Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Господь Бог наш Иисус Христос преподавал свою истину главным образом притчами, сказками фактически, чтобы простой и книжный народ мог охванять в обожающий духовный смысл его учения и истины. Сегодняшняя нам знакомая притча «Позванок на браке» имеет, конечно, очень важный духовный смысл, но мы уже будучи книжными, так сказать, уже будучи образованными, знаем уже не только Слово Божие, как его читать и понимать, но вообще имеем уже теперь всю историю, все откровения, и ветхозаветные, и новозаветные, и история человеческого рода посвятения. И это важно, потому что подлинность и опять-таки смысл этих притч подтверждается именно историей. И мы видим исполнение того, что было отлично Богом, и доброе, и плохое. Сегодняшняя притча говорит о царе, и Господь так говорит упоробься, потому что можно сравнить царство небесное вот с таким человеком, и с таким делом, и с таким положением. И Господь объясняет, что царь устраивает браке своему сыну, а вот разумеет сразу же, кто ты за царь? Конечно, сам Господь Бог, причем Бог Отец, который устраивает пир, браке, что пир своему сыну, а кто ты за сын? Господь Иисус Христос, и посылает своих рабов избранным своим, приглашенным. Господь приглашал кого? Вернее время еврейской народы. Они были избранным народом Божиим. И Господь послал своих рабов, а кто это за рабы? Великие пророки, Авраам, Исаак, Исаия, Захарий, Данил. Все эти знаменитые имена и святого завета, которые были в Господь избранному народу Божиему, возвещать Божию истину и приглашать этот народ к Господу. Но, увы, что они сделали? Все поочери начали отказываться. Интересно, что в Иване Руки, где опять-таки эта же самая притча, рассказывается, тут более подробно сказано. Один говорит, что я подкупил землю, у меня несколько волов, и сразу же земные его заботы поднимали его небесное царство. Третий даже отказывается, сказав, что я принял жену, я поженился, и я не могу. Но дело в том, что из-за семейных связей он лишает себя небесного царства. Сам Господь Иисус Христос говорил нам, что кто любит отца своего или матери, муж или жену, сын или дочь, больше меня не достоин меня. Даже в тот случай, когда Господь преподавал, опять и учил, но все-таки многие в церкви, и когда сказал ему, вот, твой отец и твоя мать ждут тебя, твои братья ждут тебя, а Господь говорит, а кто мои братья? Где моя мать? Где мой отец? Вот, слышащие Слово Божие, исполняющие, вот это мне и братья, и сестра, отец, сын, и друг. Даже семейные связи недостаточно, чтобы нам отказать себе действию Божьей. И действительно сказано, что некоторые избили, изгоняли, даже убивали. Что и было в истории. И что случилось, когда царь узнал о том, как поступили севарования? Он уничтожил этот народ, сжёг и города. И вот, если подумать, историю человеческого рода, тут страшно становится. Потому что всего лишь 40 лет после поднесения Господня, после того, как апостолы установили уже христианскую и апостольскую цепь на земле, при императоре Беспесиане, и циете римский, уничтожена была идея. Уничтожена. И храм Божий в Иерусалиме был разрушен, и весь город был разрушен. И не оставался камень на камне, как сам Господь предсказывал. И что хуже и ужаснее даже этого, факт, что даже Моисей, вверхозаверный пророк, предсказывал это падение, почти тысяча лет до того, как это произошло. Но значит, обещанное Богом, и доброе, и плохое, произойдет. Действительно, да, Господь. В гордайшем плече говорится о том, что Господь тогда послал своих гробов туда, на Распуте, в Калуке, в самые депротивные места. Кого они знали? Третий керзичникам. Развращенность римского мира, головующих, какой они его в истории человеческого рода. Дошли они до такой низкой уровней человечества, что стали зверями вообще. И Господь послал кого, каких гробов? Своих апостолов. И они еще не проповедовали истину Божию, Слово Божие, именно этим развращенным язычникам. И Господь прислал новых гостей в Своё Царство. И добрых, и злых. Потому что в то время, тем более при Констатине Великом, когда многие стали христианами, потому что оно выгодно. Потому что, опять, и тогда христиан, как исследование христианцев прекратилось, было завращено. И христианство стало царской религией. И люди получали льготы, получили гражданство, если были христианами. Так что были люди, которые пришли в христианство, не ради истины Божьей, а ради этих земных выгодов. И вот этот человек, который был на браке, когда царь пришел туда, который не был врачского деяния, и говорит, дружек, не враг, а дружек, друг, я же тебя пригласил на браке, я же тебя пригласил в свое царство небесное. И ты как себя ведешь? Это разве уместно быть в таком виде, когда приходишь к царю, когда приходишь на браке, вы сами это понимаете. Мы не придем в май и так далее на бракский союз. Конечно нет, неприлично. А, конечно, глубже этого понятия именно то. Мы же все христили свое время. Все мы любили это получение и были обучены в белый призер, означающий чистоту нашей души, которая была очищена именно благодатью таинства крещения. Но храним мы чистоту этой одежды в течение своей жизни или нет? И те, кто отказываются от этого, теряют то, чем они получили, то приглашение, которое они удостоились Богом самим, они лишаются этого и изгоряются Богом. И вот так страшно. Потому что действительно, не то, что многие сути сбаны, все сбаны, Господь шлащил, каждый человек пришел в познание истины и был спасен. Но как мало здесь нас поспособился. Потому что мы должны избрать и спасеть и убить и удостовериться, это избранье Божьего, и те награды истины. Many are called, the Lord teaches us today, но few are chosen. В факт, мы можем вообще extend the words of our Lord because not only many are called, but all are called. The Lord calls all of humanity to be with Him. It was for that reason that humanity was created in the first place, to share His divine love with us and He wished us to be with Him. And in today's parable we hear of how the King, we read of course the Lord Himself, invites, note the word, invites, the guest to come to the wedding feast for His Son. Whom do you invite? You invite the people whom you wish to have with you, whom you wish to be with. That's not even who you invite. And the Lord invites all of us. And yet as we hear of the parable and in similar parables to it, because this is not the first time and the only time in the gospel we hear of this, but one by one people begin to make excuses why they can't. Interesting comment. They can't make it to the feast. Why can't they? Well, I have bought a piece of land. I have a yoga lost I have to prove out. I have got married. And all of a sudden, you can't. How often do I hear in confession how people tell me I don't have time for my prayers every day. I can't fast. I don't have time to make it to church on Saturdays or Sundays. And I question immediately, do you have time to eat? Do you have time to dress yourselves? Do you have time to watch television? Do you have time to play on the computer? Do you have time to go out and visit with your friends? And if you have time for all these things, then you certainly have time to pray. You certainly have time to be in church. You certainly have time to do all those things that God wants us to do. No, that doesn't give you all the monastics and give up all the good lives. But we seek that which is first and most important because the Lord said to us, seek first the kingdom of heaven and all its righteousness and everything else will be added to you. Don't worry about the details of what you must do and so forth. The Lord gave us six days out of the seven to do what we need to do to survive on this earth. And we only ask for one out of those seven days. He only asks for a few minutes of our time to pray, to be with Him in spirit and soul. But we choose to do otherwise. when people look at the world in which we live today some people even go as far as to question where is God? What kind of God would allow these things to happen? How often we hear of tragedies and difficulties and things like that and people say well it was God's will. Interestingly enough when you really really think about it very little of the most known in the world today is God's will. because if it were God's will we would be at peace. We would love another. We would live as brothers and sisters and there would be no strife. It would be no difficulty. Even death itself was not in God's original plan. God did not create mankind for death. He created mankind for eternal life and blessedness. and yet we chose the path of death through sin. And the problem is yes while our forefathers were guilty of that originally we continue it. We continue along that path of sinfulness. We continue to choose that path that leads to death and not the one that leads to life. Even though He Himself has come forth to give us that truth that light that way. And so it is not a question of God's will. No. It's a question of our will being joined together with God's will. Because our salvation truly is a joint effort and we have spoken as we've grown. But it is a question of the choices that we made that determine the paths of our lives. Even the most unfortunate circumstances that befall us which sometimes are indeed through the will of God. It is the manner in which we deal with them. The manner in which we grow from them. The manner in which we become closer to God as a result of them that defines who we are. And so as the ancient Jews lost their high calling of being God's chosen ones it is possible for us to do the same thing. we too can lose our high calling as orthodox Christians even though having received that grace and blessings from God himself from the choices that we sometimes do as we make. But let us consider our lives brothers and sisters. Let us consider where we stand in our lives today. Where we have been and where we're going. And let us make those choices wise choices guided by the truth of God which we must understand before we can choose it. Because only then if we make those choices then we will be worthy of those who are chosen. Not by one another but by a heavenly Father. Amen.